Утро на Болткоме Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Как бюро оценивает результаты прошедшего уикенда? Ну, в основном, конечно же, пятница, суббота, воскресенье. Бюро оценивает хорошо. У меня встречный вопрос к вам. А вам как кажется? А нам кажется, что мы последние полчаса беседовали с теми, кто привился пятницу, субботу, воскресенье как раз, и даже один человек значительно раньше. Они все хвалят. Они все хвалят организацию. Они все довольны работой сотрудников, от кого зависит прием клиента, от двери, от входа до выхода. Так что в этом плане все кажется в порядке. Что же касается... Интересно просто, почему могли сложиться такие нюансы, как, скажем, в Лепой, где люди стояли приблизительно по семь с половиной часов в очереди, несмотря на ограниченное количество вакцин, доступных в конкретных городах? Мне кажется, в Лепой не так долго надо было стоять. Мне кажется, самое долгое стояние, если можно это было сказать, наблюдалось в Цессисе. И это связано было с тем, что количество бригад, которые вакцинируют, было намного меньше, чем в Риге. Если говорить по автоцентру, в котором непосредственно я работала в эти два дня, когда были открыты очереди, там одновременно работало 12 бригад. И в Цессисе это было всего лишь две бригады, и поэтому так медленнее шла очередь. И это те нюансы, которые нужно учесть на следующий раз. Но, опять-таки, понимаете, в Цессисе и в Риге или в Лепой вакцинируют совершенно разные, скажем так, их называют, вакцинацию в ВАИЦе. Те, кто выиграли конкурс, в свое время был проведен конкурс, кто же будет проводить эту вакцинацию. И определенные медицинские учреждения, иногда это частные медицинские учреждения, обеспечивают эти услуги. И вот здесь нужно будет, наверное, в определенных городах учесть эти проблемы, чтобы людям не пришлось стоять 5 или 7 часов в очереди, а чтобы это было так же спорно шло, как в Риге, когда, несмотря на то, что была очередь практически 2000 человек, ну, максимум это было 2,5 часа, сколько люди стояли. Вы говорите о том, что процесс, ну, конечно же, работа над ошибками будет проведена, учтены различные нюансы, это все правильно и понятно. Когда продолжится вот этот эксперимент, или это уже не будет эксперимент, а штатная, в общем-то, ситуация, когда можно будет прийти в порядке очереди вакцинироваться? Да, правильнее, наверное, будет сказать, что это будет штатная ситуация, когда точно будет вновь открыты большие центры, и как там будет проводиться работа, пока решение не принято, все будет зависеть от количества вакцин, которые будут в тот или иной момент в Латвии доступны. Но тут хорошие новости. Только вчера пришло 20 400 вакцин «Модерны». Сегодня, вот буквально за полчаса до нашего с вами разговора стало известно, что уже доставлено 11 700 вакцин «Файзера». Еще на этой неделе, буквально в следующий день, ожидается и партия «Астрозенек» около 12 тысяч вакцин. Так что вакцин становится больше, но самые большие и крупные поставки ожидаются в первых числах мая, и вот тогда уже наверняка сил семейных врачей и поликлиник, которые продолжают вакцинировать людей на этой неделе, напомню, процесс не останавливается, будет продолжаться. Тогда, может быть, будет вновь поставлен вопрос об открытии центров. Но, возможно, опять-таки будет несколько изменена схема. Дело в том, что на этой неделе запускается обновленная версия «Манавакцина ЛВ». Я думаю, что вы об этом еще услышите. Она будет немножко по-другому называться, «ВИВАД», где можно будет выбрать уже непосредственно... Если раньше, когда вы регистрирулись на «Манавакцина ЛВ», вы просто выбирали примерный район, где вы хотите. Рига – это центр, или Рига – это Пурс-ценность. То сейчас там будут видны непосредственные адреса вакцинаторов. Это будет такая-то поликлиника, или такая-то больница, или такой-то семейный врач, где будут открыты слоты, где вы сможете, если вы в данный момент входите в приоритетную группу, зарезервировать даже конкретное время. Возможно, через эту новую систему будут как-то более-менее упорядочены эти очереди в большие центры вакцинации, когда люди не надо будет просто переходить в такую очень-очень живую очередь. Она будет, условно, скажем так, такой же живой, но с более конкретным временем, когда люди записались и могут прийти, чтобы не стоять вот эти там несколько часов, или как это, к сожалению, было в Цессисе, где совсем долго пришлось ждать, чтобы получить свою вакцину. Напомню, мы беседуем с Натальей Васильевой, представителем бюро вакцинации, но о выборе вакцины, тем не менее, пока что, к сожалению, речи не идет. Ну, официально, да, но по факту... А неофициально? Ну, а по факту... Не, то, что неофициально. По факту людям, если подошла их очередь, присылается сообщение, с ними связывается вакцинатор непосредственно, и человек в этот момент узнает, он может узнать, на какую вакцину его приглашают. И если его не устраивает этот производитель, у него есть право отказаться и ждать своего следующего приглашения, которое, возможно, будет, скажем так, или в другое место, или же в то же самое место, но в тот момент будет привезено другие вакцины. То есть, ну, как бы, по факту, в принципе, если вы хотите дождаться чего-то конкретного, ну, просто нужно ждать. А вот, к слову, как работает эта система? Если я зарегистрировался, мне пришло уведомление, ну, скажем, это СМС-ка, мол, уважаемый Александр, ждем вас по такому-то адресу в такое-то время, а я не прихожу и не даю о себе никак знать. Система учитывает меня как отказника и потом продолжает со мной работать? Или считается по умолчанию, что я был и укололся? Нет, был и укололся, по умолчанию будет тогда, когда вы там были и укололись, и вакцинатор занес в вас систему, чтобы вы такой-то, такой-то, с таким-то персональным кодом в такой-то день получили. Если вы или просто не причитали СМС-ку, или все-таки причитали, созвонились вакцинатором, узнали, что вас не устраивает вакцина, и отказались, не пришли. Нет, в системе вы остаетесь по-прежнему не вакцинированы. Нет, если я как раз-таки не вышел на связь. И через время получите снова приглашение. Через время. Вы понимаете, вот вы находитесь в рамках какой-то приоритетной группы, например, учителя. Сейчас открыта группа вакцинации учителей, где входит 54 по спискам, поданным из Министерства образования и науки. Это порядка 54 тысяч человек. Вы есть в этой группе, вы в свое время зарегистрировались. С вами присылают приглашение, и вы почему-то не приходите. Значит, посылают дальше приглашение тем остальным, кто есть в этой приоритетной группе. И когда она, скажем так, будет вся оповещена, берутся те, кто по каким-то причинам не явился, и их снова оповещают и напоминают о том, что у вас есть такая возможность в рамках приоритетной группы прийти и провакцинироваться. Опять-таки это может быть через какое-то время, через три недели, через месяц, через полтора вас снова пригласят. И пока вы самолично, скажем так, не удалите, напомню, такая возможность, тоже есть свои заявки на банную акцию ЛВ, вам будут периодически напоминать о том, что у вас есть такая возможность, и приглашать. Да, вот, может быть, такая важная тема, вот этот эксперимент и даже опросы, которые недавно проводились, показают, что вроде бы как раз количество желающих растет, и вроде бы не должно быть проблем с привлечением людей на эти пункты массовой вакцинации, когда у нас это количество вакцин будет достаточно. Надеюсь, это уже в мае произойдет. Но вот с одной стороны. С другой стороны, все-таки, я так понимаю, что все равно, наверное, есть важность дальнейших информационных кампаний. Как вы бы это обрисовали? Ну, нам, безусловно, кажется, и не только нам кажется, факты показывают, что у нас есть проблемный регион Аталат-Галия, где нужна особая информационная кампания, и мы над этим работаем. Я вот буквально завтра организую для региональных СМИ семинар с участием профессора Юты Кройчи и доктора из больницы страны, который сам из Рейзакна и учился в Даугубе. Может быть, их, скажем так, их местный Аталат-Галица их сможет как-то более убедительно о чем-то рассказать. Да, мы над этим работаем, безусловно, это нужно, но, опять-таки, возвращаясь к тому, что, вот вы говорите, растет интерес и доверие к вакцинации. Да, насколько я помню, по опросам в декабре только треть латвийцев готовы были вакцинироваться, а сейчас, по последним опросам, который был опубликован 8 апреля, уже две трети готовы, ну или скорее готовы, да. И такая же тенденция, и мы здесь ничем не уникальны, такая же тенденция, я смотрела по статистике Великобритании, только мы как бы отстаем в этом процессе на 3-4 месяца, и это связано с тем, что просто в Латвии ну не было того количества вакцин, которые были там еще в прошлом году в Великобритании, это все такое, знаете, сарафанное радио. Здесь тоже, мне кажется, и, скажу мне, этот момент очень хорошо работает, когда люди видят, что его сосед или его там родственник сделал себе прививку, и с ним ничего страшного не случилось, хвост не отрос, и как бы все живые и здоровые, и как бы вот этот момент, скорее, больше так же хорошо работает, как и любая официальная рекламная компания. Ну, а то же самое сарафанное радио не работает ли столь же успешно и в другую сторону сети рассказа о тромбозах после Астрозенеки, например? В Латвии были случаи тромбозов от Астрозенеки. Поделитесь со мной такой инсайдерской информацией, где такая информация? Наталья, есть инсайдерская информация, что полон интернет слухов о том, что тромбоз возникает. Причем здесь Латвия? Я не произнес Латвия. Я произнес слухи из сарафанное радио. Вы очень оптимистично говорите о том, что люди делятся информацией, как это хорошо и здорово. Я заметил и другой процесс, что ребята нас колет непонятно чем, это тромбоз, это вероятности и так далее. И вот я и спрашиваю просто оценить коммуникацию. Я не готова комментировать слухи ни с одной, ни с другой стороны. Есть официальная информация от европейских соответствующих институций, от латвийских залей Валсадинпура, о том, что есть случаи тромбозов от астрозенеки, и они составляют... Здесь прекрасная вот картинка, которая распространяется, правда, в англоязычных, скажем, соцсетях. Мне, к сожалению, еще не видела, что кто-то перевел это на русский и на латышский язык, где вот очень наглядно показано. Да, вот есть астрозенеки. И случаи тромбоза составляют 0,001%. Они есть, да. Дальше идет следующее сравнение. Если вы, женщина, применяете противозачаточные германальные препараты, то случаи возникновения тромбозов составляют 0,001. То есть уже практически в два раза больше. Если вы курите, то случаи возникновения тромбозов составляют еще больше. Но уж если вы заразились и заболели ковидом, то случаи возникновения тромбозов составляют 16% среди тех, кто заболевших. Вот эта информация мне нравится. Она честная, никто не скрывает о том, что есть какие-то случаи вознаграждения тромбозов от вакцины, но они настолько не уничтожены, что... Я вот пользуюсь такой информацией. Прекрасно. Напомню, мы беседуем с представителем бюро по вакцинации Натальей Васильевой. Наталья, вы сейчас прекрасно, хорошо, красиво, аргументированно объяснили. Вопрос. Не только вы, как представитель бюро, все бюро, на ваш взгляд, коммуницирует на таком же аргументированном уровне. И что планируется в плане информационной кампании совершить в ближайшее время? Ну, опять же, на волне вот этой готовности идти вакцинироваться. Ну, информационная кампания только что запущена. Буквально две недели назад, насколько вот... которая называется «Два миллиона поводов для того, чтобы пройти, вакцинироваться». В том числе на радио «Болтком», да. А пресловутая газета, я помню, были какие-то планы? Еще в планах? Планы были, они отложены. Пока от газет, от такой идеи сделать такую газету не отказались. Но, честно говоря, кончестного решения не принято. И вот прямо на этой неделе или на прошлой, пока такой вопрос в повестке дня бюро вакцинации не стоит. А какие-то другие решения направлены именно на повышение информированности и чтобы пресечь все вот эти нелепые слухи? Ну, вот запущена кампания только две недели назад. Вот я работаю для того, чтобы отвечать на вопросы русскоязычных СМИ. Насчет газеты я сказала, что вопрос не снят ни да, ни нет. И пока не могу ничего точно ответить. А пока дальше никаких планов нет. Ну что ж, пожелаю вам успехов. И нам всем в этом процессе вакцинации хочется уже, наконец, задохнуть более свободно. Тут, наверное, без прививки не обойтись. Спасибо большое, Наталья Васильевна. Спасибо огромное. У нас была на прямой связи. Здоровья вам и хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok